Самые грозные истребители Второй мировой Ценителям авиационной истории посвящается При составлении рейтингов важны критерии отбора Недавний опуск на тему самых опасных истребителей Второй мировой получился весьма комичным, так как автор воспользовался беспроигрышной логикой Взять пять самолетов заключительного периода ВМВ которые в силу технического прогресса являлись более быстрыми, мощными и совершенными чем те, которые использовались на начальном этапе войны Несмотря на верность с точки зрения характеристик прошлая подборка не соответствовала заданной теме Вторая мировая продолжала шесть лет за которые в бой успели смениться несколько поколений авиации От расщелочных бипланов Глостер Гладиатор до реактивных ласточек МИ-262 Какие из них в силу сложившейся ситуации на ТВД Особенности боевого применения и совокупности собственных характеристик на некоторое время стали кошмаром для противника У нас таким суперистребителем, несомненно, был Як Легендарное семейство боевых машин по праву ставшие символом, гордостью и основой советской истребительной авиации в годы ВОВ Я Як, истребитель Мотор мой звенит Небо моя обитель Як-9Т, самолет советских асов Почему именно он, а не ЛА-5 и ФН или ЛА-7 Сейчас я постараюсь умерить эмоции и рассказать подробнее Чем Як-9 модификации Т заслужил такую высокую оценку Як-9Т имел сильнейшее вооружение среди всех серийных истребителей периода Второй мировой войны Особенностью модификации Т была автоматическая пушка калибра 37 мм Многие поинтересуются, что здесь такого Пушка такого же калибра штатно устанавливалась, к примеру, на американских аэрокабрах Общим у пушки Як и американской N-4 был только калибр Советская НС-37 имела ствол значительно больше длины 2300 мм против 1650 мм А ее дульная энергия была выше почти вдвое По начальной скорости снаряда и могуществу это уникальное авиационное орудие превосходило даже немецкую противотанковую пушку ПЕК-36 Масса снаряда при увеличении калибра возрастает в кубе Настолько неожиданно, что у неискушенного читателя может сложиться недоверие к представленным цифрам Сравнение с орудиями меньшего калибра лишено смысла Снаряд пушки НС-37 массой 735 граммов был в 2,5 раза тяжелее снаряда в самой мощной из немецких авиационных пушек, устанавливавшихся на истребителях МК.108 калибра 30 мм, масса снаряда 330 ГР И в 8 раз тяжелее снаряда любой авиационной пушки калибра 20 мм Одно попадание в Мессер или Юнкерс отрывало плоскость или перерубало противника пополам Стоит заметить, что из-за своей неудовлетворительной баллистики короткоствольная МК.108 с вдвое более низкой начальной скоростью здесь не является аргументом вообще Из серийных образцов схожего калибра немцев была только ПК.3.7, но она никогда не предназначалась для ведения воздушного боя Исчерпывающий ответ на вопрос, чем выделялся Як-9Т и почему его мощь выходила за рамки представлений зарубежных создателей авиационного оружия Як-9Т капитан Арине Шалля, Нормандия Неман В отличие от британской 40 мм Викерсес и ПР, авиапушек большого калибра НС-37 была достаточно сбалансирована для применения в качестве штатного оружия на серийной модификации истребителя В жестких фронтовых условиях Настильность траектории ее выстрелов позволяла уверенно целиться и поражать воздушные цели Без слишком долгой процедуры выбора упреждения и превышения, фактически стрельбы навесом, делавшей малоэффективными все зарубежные системы аналогичного калибра И ввиду малой начальной скорости снарядов и неудовлетворительной баллистики Повторюсь, речь идет не о каких-то экзотических модификациях, не покидавших пределы полигонов исследовательских центров ВВС Истребителей в варианте Як-9Т было построено 2700 единиц, это больше, чем британских темпистов всех модификаций, вместе взятых Помимо орудия с уникальными характеристиками, Як использовал лучшую из существовавших схем размещения оружия, при котором пушка находилась в развале блока цилиндров мотора Размещение оружия вдоль продольной оси самолета обеспечивало наилучшую точность и эффективность ведения огня В дополнение к суперпушке имелся 12,7 мм пулемет, который, по мнению участников тех событий, стоил в бой двух немецких короткоствольных МЧ-13 Летчики отмечали, что Як, в отличие от Лавочкина, был проще в пилотировании, и его освоение сопровождалось меньшим количеством инцидентов Разумеется, новички на Як-9Т не летали Потенциал тяжеловооруженного истребителя мог быть раскрыт только в руках опытного пилота Практически все модификации Як-9 отличалось больше продолжительностью полета и в этом плане лучше подходили для сопровождения ударных самолетов и фронтовой работы, чем Ла-5 и Фен, который при всех своих преимуществах имел запас топлива всего на 40 минут полета В плане маневренности Як-9 уступал большинству истребителей своей эпохи Это была достаточно крупная и тяжелая машина, масса пустого на 500-700 килограммов тяжелее японского Zero, со значительной нагрузкой на крыло, 175-190 килограммов Slash M2 Для сравнения, у Spitfire в того периода всего 130 килограммов Slash M2, что вкупе со скромной мощностью мотора превращала истребитель В общем, имелись нарекания Данное утверждение нивелировалось в отношении Як-9Т Ввиду относительно низкой тяга вооруженности всех поршневых истребителей особую роль в бою играла сила тяжести На практике это выражалось в динамике и организации боя, в умении конвертировать высоту в скорость, а скорость в высоту На сверхвооруженных Яках, как правило, летали опытные пилоты, которые хорошо владели этим умением Летним утром граната упала в траву, возле львово застава во рву залегла, мессершмитты плеснули бензин в синеву А. Межинский Произведения военных лет неразрывно связаны с этими скользкими, стремительными машинами с черными крестами на крыльях, словно вырвавшимися из объятий яда В течение продолжительного времени наибольшую угрозу представляла МОД МЕ-109 F-4, с ней были связаны все опасения и потери, преследовавшие нашу авиацию в первые годы войны Субмодификация F-4 отличалась мотор-пушкой МГ-151-20, калибра 20 мм В тот период Фридрих казался самим совершенством В настоящее время у нас нет истребителя с летно-тактическими данными, лучшими или хотя бы равными МЕ-109 F, отмечал в декабре 1941 начальник НИИ ВВС генерал-майор П. Федоров Кратко об его истории Еще до вступления в войну к МЕ-109Е накопились вопросы, которые предстояло решить в будущем модификации F Основные изменения коснулись аэродинамики Конструкторы основательно поработали над формой крыла и с учетом новых знаний добились повышения эффективности и уменьшения фронтальной подщади радиатора Фридрих получил убираемую хвостовую стойку шасси и лишился уродливых подпорок горизонтального оперения Истребитель МЕ-109 приобрел свой хищный законченный облик, каким он вошел в историю Вместо крыльевых 20 мм пушек с неудовлетворительными характеристиками, дульная энергия Эрликон МГФФ была меньше, чем у 12,7 мм авиационного пулемета УПС Самолеты новой модификации оснастили бекалиберным 15-20 мм машинингвером, размещенным, подобно пушке советского ЯКа, в развале блока цилиндров мотора Сокращение числа огневых точек компенсировалось вдвое большим темпом стрельбы и увеличенным боезапасом МГ-151 Пулеметное вооружение сохранилось без изменений Терпению машины бывает предел, и время его истекло К середине 1943 года мистер Шмидту по правде следовало уйти и не позорить честь асов Люфтваффе в боях с новым поколением авиации Но у немцев уже не нашлось сил на создание новой машины, способной повторить успех МИ-109Ф Стремительно стареющую конструкцию продолжали модифицировать МОД Густав, Курфюрст, пытаясь выжать из нее последние резервы Но миссер перестал приносить победы, потом окончательно сдох и засмердел Три красных каштана падают в море в всплески прохладной воды Мистические каштаны, эмблема Митсюбиси 2600 год по церемониальному календарю 00.0 Японская супермашина, длительное время считавшаяся сильнейшим истребителем Тихоокеанского ТВД В руках самурая меч, смысл жизни и его смерть Основной истребитель флота с дальностью полета 3000 км Подвесные топливные баки обязательным требованием заказчика с ними Зеро образца 1940 года мог держаться в воздухе по 6-8 часов Помимо феноменального боевого радиуса Зеро отличался непропорционально большой площадью крыла 22 кВ М Площадь, как у английского спидфайера Только японец был легче на четверть Благодаря этому мог маневрировать на малых скоростях И превосходил на виражах любого соперника Малая скорость сваливания, всего 110 км в час Упрощала его посадку на авианесущие корабли По совокупности остальных ТТХ Зеро примерно соответствовал другим истребителям начального периода ВМВ Превосходя большинство из них по мощности установленного вооружения Зеро первых модификаций страдали от неудовлетворительной живучести Термин весьма условный для авиации Впоследствии повышенный за счет внедрения углекислотной системы пожаротушения и броневых элементов кабины Постепенно сказывалась недостаточная мощность моторон А архаичное оружие истребителя застряло на рубеже 30-40-го годов Что, впрочем, не помешало Зеро стать грозой Символами самым известным самолетом Тихоокеанского ТВД Размеры крыла За годы войны в Японии были созданы другие модели истребителей Самой совершенной из которых стал N1K1J Сиден Однако высокие характеристики фиолетовой молнии уже ничем не выделялись на фоне других великолепных самолетов заключительного периода войны Слава и гордость японской авиации остались навсегда связаны с эпохой Зеро Бывший конструктор паровозов на деньги пожилой аристократки создал самый результативный истребитель Второй мировой На самом деле все прозаичнее Спидфайр был 24-й по счету разработкой талантливого конструктора А.Р. Мичелла А его огромной удачей были моторы Соколиной серии Мерлин и его дальнейшее развитие Грифон А деньги – 100 тысяч ФН СТ На постройку первых образцов действительно пожертвовал Люси Хьюстон На истребители Спидфайр приходится треть всех сбитых самолетов Люфтваффе В общем, закономерный результат для 20 тысяч пылких, которые без малого 6 лет за дня в день участвовали в схватках с противником 14 модификаций Спидфайра достойно держались на протяжении всей войны, неузнаваемо меняя свой облик под воздействием времени Были перепробованы все варианты вооружения от гирлянд из пулеметов винтовочного калибра, выпускавшие в сумме по 160 пуль в секунду, до смешанного вооружения из 20 мм пушек и крупнокалиберных браунингов на поздних машинах Единственной неизменной чертой всех спидфайров оставалось хорошо узнаваемое крыло эллиптической формы Но главным залогом долгой и успешной карьеры был мотор Когда были исчерпаны последние резервы Мерлина, специалисты Роллс-Ройса расточили цилиндры V12, увеличив его рабочий объем на 10 литров Но это только половина дела Англичане смогли снять с 37-литрового грифона в рабочем режиме более 2000 л.с. Спидфайр НК-14 с мотором Грифон 61 Выдающиеся показатели для относительно компактного 900 кг авиационного двигателя с жидкостным охлаждением Немецкие вундер-инженеры выли от досады Таких показателей не имел даже 42-литровый звездообразный BMW 801 мотор Focke-Wulf С воздушным охлаждением при собственной массе более тонны Самые лучшие немецкие моторы могли лишь кратковременно, в чрезвычайном режиме, на несколько минут, развивать 1900-2000 годы L.S. При обязательном впрыске азотной смеси Среди других рекордов Спидфайра наибольшая высота полета из когда-либо достигнутых на поршневых самолетах Трой эпохи Вылетев на разведку погоды, истребитель поднялся почти на 16 километров Он прилетел из будущего Внутри Мустанга находились такие вещи, которые ассоциируются с гораздо более поздней эпохой реактивной авиации Противоперегрузочный костюм, отвечик свой чужой для координации работы наземных RLS И даже такая неожиданность хоть и примитивный, но весьма полезный радар 13. Предупреждавшая о появлении противника на хвосте Эта же аппаратура использовалась в качестве радиовысотомера в конструкции первых ядерных бомб Мустанг штатно оснащался аналоговым компьютерным прицелом К-14, определявшим разницу между истинным и гравитационным ускорением, одновременно учитывая положение противника Это позволяло автоматически определять момент для открытия огня Зафиксируй цель в прицеле и жди Загорится зеленая лампочка нажимая на гашетку, трассы пуль пересекутся с целью Боевой опыт и понимание того, как целиться и стрелять в бою, за которые наши летчики часто платили кровью, доставались американскому курсанту вместе со свидетельством об окончании летной школы За счет всех технических новшеств пилоты новички на Мустанге получали шанс выжить и обрести опыт в первых схватках с противником Летчик решил выяснить ситуацию Для этого он подлетел вплотную и показал из кабины дощечку, на которой написал, что случилось Его коллега тоже достал дощечку и стал рисовать иероглифы Меня подбили Вот такая злобная сатира На иллюстрации расположения блоков радиотехнических средств Мустанга Помимо ламинарного крыла, янки применили турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами То есть без отвлечения полезной мощности мотора В результате истребитель получал второе дыхание на больших высотах В годы войны США стали единственной нацией, кому удалось сконструировать и освоить серийное производство подобной системы А мотор Сердцем Мустанга был лицензионный Rolls-Royce Merlin Без него никакого Мустанга бы не получилось Еще одной малоизвестной особенностью была обтекаемость аэродинамика Мустанга Лучшая, чем у его ровесников Вместо шероховатой окраски камуфляжных тонов Мустанг сверкал полированным алюминием Опасаться ему в воздухе было уже некого Янки не использовали пушки, взамен натаскивая асов и пилотов-новичков на стрельбу длинными очередями из браунингов 50-го калибра Делавших суммарно по 70-90 стрелов в секунду Такой прием позволял наносить достаточные повреждения для уничтожения противника с дистанцией более 100 метров Для примера, 90% побед в воздушных боях на Восточном фронте было одержано на дистанциях менее 100 метров ввиду необходимости точного прицеливания Плотный пулеметный огонь с солидной по меркам того времени дистанции казался американцам эффективным и правильным решением К тому же задач по борьбе с многомоторными бомбардировщиками перед мустангами не стояло Что тут еще добавить? Кто бы сомневался, что у страны, чей ВВП превосходил суммарный ВВП страноси, был самый технически продвинутый истребитель П-51 Мустанг модификации Д это все-таки 1944 год, венец эволюции поршневой авиации Его взлетный вес на 2 тонны превышал нормальный взлетный вес Яка и Мессершмитта Поэтому ставить его в один ряд с Яком, Zero и Me 109 попросту бестактно Тем не менее, появившись на позднем этапе войны П-51 Д все же успел наделать шума на театрах военных действий Согласитесь, рейтинг получился горячим Но мы старались быть объективными Лучших истребителей было много Однако вряд ли кто из них мог рассчитывать на славу самолетов из этой пятерки И вряд ли кто еще обладал тем преимуществом в характеристиках и боевом применении Которое в определенные периоды наблюдалось у Яка особого назначения Me 109F, Zero, Spitfire и Мустанга